так ребятки долгожданный видос что же я нашел на охоте обещал вам подробно рассмотреть каждую машинку немножечко пообщаться на тему машинок и посортируем все это вот в эту вот коробочку в эту тумбу заодно итак пойдемте на стол выставимся пойдемте поставим телефон на штатив и будем все это дело снимать видос про то что я взял на предыдущую охоте из машинок 2022 года пойдем с вами растаем на столе как раз расставляем как сюда все на моей трассе делается на замечательной трассе hotwills которые построил как раз для новых гонок машиночек для новых соревнований может так сказать третья трасса можно сказать так 3 до наверно то третье если не считать той который мы с вами на полу на дальность строили но можно будет то есть нового возобновить ну и первая самая большая конечно самая длинная трасса трасса вторая кастомная а третье это раньше стоял на другом столе на тот стол для работы нужен поэтому собрал на на музыкальных колонках да будете смеяться и на дверцы вот шкаф купе вот да подручные материалы иногда пригодятся чтобы сделать замечательную трассу для hotwills и так давайте посмотрим чужие набрал на охоте поставим телефон на штатив и так тумба комодик ящик ждет новых машинок выдвигаем шуфляточку даже вы знаете можно похитрее сделал час мы с вами сделали хитрее поставил вынул от комодика шуфляточку от тумбы будем рассматривать тачку который сегодня удалось взять на охоте из 2022 года посмотрите обязательно прошлый видос про охоту на hotwills надеюсь вам понравилось там и серёга филсом были я охотился на два магазина и только в одном были новые кейсы hotwills очень первая машинка которую мы с вами сегодня будем рассматривать не забываем про лукас и конечно же рекоменды вот такая замечательная honda custom 70 honda n600 в рекалоре дизайнера rio asada к сожалению этого человека уже нет с нами и желтая honda в предыдущем кузове была одна из его последних работ такой дизайнер hotwills был довольно известный который сделал дизайн очень-очень многих машинок отвелся вот это была одна из его последних работ но это река лорщик продают именно желтая была одна из последних но три калоре на вот даже знаете может даже интереснее чем желтая смотрит такой богатый насыщенный синий зеленый свет очень красиво выглядит машинка давайте пока все это поскладываем обзор и распаковку на счастье этих машин я буду позже уже делать следующая тачка который удалось взять сегодня на охоте точнее ну да для меня это сегодня для вас на прошлой охоте mazda репу таком замечательном оранжевом кузове посмотрите как классно прорисованы детали какие клевые у нее колесные диски хотя да колеса реально очень классно сделано как будто real riders похоже да такие вот объемные колеса очень круто rotary power роторный мотор у нее стоит прям мощно красота давайте складывать все это покажу заодно как я складываю свои машинки в этой тумбе следующая тачка серёга фил спасибо большое на ее хотел себе но уступил мне видите вот она имя рио тоже рива сада человека которого с нами нет одна из последних кастингов машинок дизайнера hot wheels выглядит конечно обалденно майте кей чем-то на subaru машинка похоже есть такой subaru маленький матч бокса например да и тут даже не видите осада написано сбоку да к сожалению уже этого человека с нами нет этого дизайнера на дизайнер реально классная работа делал hot wheels но вы сами можете убедиться как клево сделано вот эта машинка класса все задние фары при всего номерной знак тут еще рио райдерс то есть колеса 3 колеса конечно шикарные давайте дальше идем один супер тачки конечно на этом небольшом видосе после охоты как бы нам назвать это правильно рубрику наверно домашняя домашний показ hot wheels сортировка hot wheels домашняя охота на hot wheels напишите в коментах как вы считаете правильно эту рубрику назвать или автоматч после охоты да этот porsche конечно это что-то чем-то посмотрите чем-то на моби 935 чем-то на моби дик похоже знаете такой porsche был моби дик назывался вот этот вот силуэт очень напоминает моби дик продавал тот был в белой раскраске этот в красный идет очень классно пор сделан антикрыл вот такой шикарный просто шикарная шикарный кастинг ребята 22 года новые машинки это всегда хорошо продолжу когда наберешь много машинок то и брать то нечего потому что у нас машина не часто завозят последнее время этому месяца три теперь буду без обновок потому что набрал практически все что хотел там буду подкупать что-то но уже немного вот такой вот nissan skyline 2000 dtr у меня он есть в разных цветах взял себе реколорщик в набор и интересно здесь запахи идут такой знаете жесткий жесткий пластик двадцать втором году первый раз такой вижу как будто специально обрезали интересно интересно заклеена тоже очень классно модель к сделано очень качественно прям премиального уровня напоминает модель к интересным так видите она сюда уже не лезет чтобы она влезла мы делаем так вот переворачиваем вложим карту вот так следующая тачка которую удалось взять на сегодняшний для меня охота для вас на прошлом видосе по охоте 85 года honda city turbo 2 смотрите какая красивая у нее раскраска вот раз люк на крыше фары не прорисованы к сожалению передние задние тоже не прорисована но на хонде они редко рисуют фары надо сказать и внутри у нее что-то лежит что-то у нее сложено внутри этой honda в кабинке тоже rio riders видите на колесах который видимо разрабатывал этот человек рива этот дизайнер которого уже нету да тоже видите риву значок до жизнь скоротечно иногда бывает так идем дальше вот эта тачка она в новых кейсах идет с тэхашкой ну у меня обычной версии решил тоже взять ее потому что я люблю такие старые кастинги 55 года шеви говоря обожаю реально очень круто выглядит фара прорисована даже логотип шевроле спереди есть задний фаркс или не прорисовали но сделано на конечно фантастически вот этот вот дизайн так вот уже машины сейчас никто не делает так вот красиво почему-то в 50 60 годах вот были самые крутые тачки на мой взгляд участ может быть потиху это мода когда-то и вернется обратно вот что-то такое совершенно необычное что сейчас уже не делают давайте это же перевернем и ложим вот так вот покажет это все потом пойдет ребят частично на обзоры частично на гонки но не сразу замечательный rover range rover classic классический range rover посмотрите как в двадцать втором году стали крутых отвелся делать машину задние фара полностью прорисованы номерные знаки логотипы компании вот эти вот декальки да классно сделаны крыши с маленьким маленьким лечком сверху это конечно забавно кастроловская логотип впереди сделан хорошая машинка мне нравится так вот укладываем и вот так идем дальше надеюсь вам видосы в подобном формате заходят и нравится знаете взял вот такую фантазическую себе кастомный small block от лего выглядит конечно шикарный экспериметр серия думал брать не брать вроде как риколор у меня есть другом свете но это такая знаете цветная вот такая вот такая вот машинка который сразу вот ты вот ее берешь в руки и вот такие яркие эмоции вызывают прямо вот как будто лето настало снова хотя сейчас зимний обзор да вот эмоции лето вызывает этом решила и все-таки не пожалеть денег взять хотя стоили не дороговато магазине в этом роли камара аэрок z у нас есть у меня точно в коллекции есть и перед этим выходила в другом свете она в таком красно-бордовом и в синим свете он тоже смотрится шикарнейший решил взять такой триколорщик тоже в коллекцию очень качественный кастинг хорошо сделан вполне таки украсит любую коллег так что если вы не успели взять камара аэрок z 85 года до шевроле в предыдущей расцветке не можете найти то вот вариант поискать в сине в 2022 году уже давайте уложим ее в коробочку точнее в ящик от тумбы будем называть вещи своими именами и дальше посмотрите какой красивый бэтмобиль люблю серию бэтмена и нас тут еще встречает сзади ребята treasure hunt найден серёга пилсми собственно говоря показала я не сам нашел говорю как есть серёга пилсми такой достает из коробки мы дербан или коробку вместе с ним и слушать тебе treasure hunt надо будет ягод брать не буду ну хорошо возьму потому что это же ханты собираю вот сокровище видите значок серебристые значок на машинке сзади конечно классно бэтмобиль люблю серию бэтмен собирают тачки с бэтмен частенько беру не может быть не все бэтмобили собираю но очень частенько их закупаю для своих коллекций конечно надо было бы их отдельно наверное сортировать имя дубит мобили но пока еще от не дошли руки до этого пожарная машина файлитов машина называется она ест огонь то есть тот кто ест файл а это пожиратель огня вот по-русски на желтом свете на вылет конечно пожарка это очень шикарно не мог не мог удержаться не взять такую полуфэнтезийную даму рассказать пожарную машину на реального классная в желтом свете выглядит шикарно и очень идиот скажем так переворачиваем опять же карту можно так вот ящик скажет сейчас ты опять набрал кучу машинок но ребята выберу в одном экземпляре для своей коллекции лишь коллекционер все-таки погани хай хай ура в золотом свете но как такой не взять там как еще в магазине оставалась одна хотя думаю такие вещи обычно быстро разметается и погани знаете среди коллекционеров они так довольно популярно скажем так многие люди коллекционируют именно погани ух от вилс я не применил возможность взять золотую версию хотя у меня есть еще другие реколоры на в золоте не понравилось и вот это вот конечно новый кастинг астон-мартин speedster 2022 года с родстер с открытой крышей выглядит забавно не сказал бы что он очень красив мне нравится когда кабина полноценно либо это стекло лобовое кабриолета здесь его нет но выглядит реально забавно машинка хотя видите не прорисовали не передние передний фар прорисовали сзади конечно они не постарались но в целом моделька конечно рано удачные на это многие захотят себе приобрести будут за ней гоняться как знаете такой редкий раритет можно сказать да дальше опять же есть у меня один из любимых фильмов смоки и бандиты его тачка по сути оттуда hotbird смотрите какая красота реально как смоки и бандите только там темный свет машины был коричневый помылить или черный или серый здесь он в синим в синей раскраски замечательных наклеечках ливреях и сюда можно сказать по-русски и по-английски ливра еще это называется декали очень классно здесь прорисовка идет сверху и вот это вот открытая крыша это конечно классно детализация классно находка на в реальной жизни машинка вот именно вот такой вот открытой формы крыши идет смоки бандит посмотрите фильм если кто не смотрел обалденное кино про дальнобойщика комедии еще к тому же класс дальше идем что тут еще мне попалась вот такая вот тойота супра вы все время просите тойоту супра на распаковку я еще до сих пор держусь и банер ни одной супра у нас еще гонках пока нету только одна упаковка лежит но у меня уже есть и белая супра и желтая супра наверное единственная пропустил наверно какую-то еще раньше вроде было если не ошибаюсь видите на 8 месте 21 тоже кастинг как раз или двадцать второго года но выглядит классно и здесь такие вот декальки с фирменными надписями различных контор фара передняя сушки на не как-то извратились они по моему балбесы поверх пластиковых а нет это не пластиковый фар это просто декальки таки наклину в принципе да еще бы нет задние только не дорисовали был класс еще задние сделали ну средненько вот так то издалека хорошо близко посмотришь ну нормально нормально неплохо хорошо что вообще заморочиваться спойлер хорошие у нее надо бы как-нибудь на них обзор сделать распаковочку супер я взял еще с 22 года взял не удержался greenwood corvette ну как я могу удержаться такой красоты посмотрите какие у него фары посмотрите как раскрашен эта машина люблю вот этот коровят именно в гринборд версии минут в такой вот спортивный супер гоночной версии шикарно смотрится конечно так ничего не скажешь и раскраска приятно черное желтым практически такой мунай но это не мунай грубо говоря гурьеровский значок зазе кайфец хорошо выглядит тачка реально хорошо раньше что еще удалось взять и прикупить вот такой taricolor mercedes у не мог он был полном в красном свете в синем свете бывал но тем не менее в белом свете смотрится весьма достойно с эти две запаски есть очень классно выполнены колесные диски в таком вот красном свете знаете не просто красного такой бордо такой немножечко винно-красный причем он блестящий хорошо сделано спасение написано капоте машинка приятный приятный mercedes такую не мог тут еще фирменный значок 75 лет у не могу вот он юбилейный по сути нормально нормально для коллекции великолепная вещь не спрашивают что ты конкретно собираешь я собираю ребят практически все тачки поэтому перу часто лучше много но чаще всего по одному экземпляр удалось найти вот такой вот мотоцикл bad badger мотики тема оба особенно для hot wheels он конечно встанет у вас на полочку но к сожалению на моих треках мотоцикл hot wheels не поедут потому что он будет заваливаться налево или направо ну выглядит фантастически я как-то люблю собирать мотоцикл особенно хорошим мотоцикла типа таких ну как тут не взять полностью металлический тяжеленький клевенький 2022 год hot wheels наут приятные приятные модельки ребята каждая моделька по-своему приятно вот такой три колорщик lb силуэт works nissan 35 gtr rr версия 20 не знаю чем отличается от синего честно говоря еще в синем свете тоже довольно красивый но в красном свете детализация конечно фантастическая пластиковая фара у него вот здесь вот hot wheels поработала машинка посмотрите дизайн livre кузов вот реально премиальный уровень машинки пластиковая фара спереди решеточка прорисована логотипчик пластиковая вроде бы пластиковая фара сзади как все круто прорисована крутая детализация вот это я называю классной работой который если не жалко взять из мэна для своей коллекции мне любую тачку не жалко мы знаете есть люди которые придираются и когда увидите такую машину вы отказаться просто не сможете потому что реально очень классно сделано ну и последняя машинка на сегодня так достаем из пакета и самой красоты наконец оставил мультяшный volkswagen golf mk1 как же они классно его сделали прорисовали передачек с любовью с любовью машинка сделаны желтое стекло салон не черный серенький 68 сбоку вот wheels тоже рива садовит снащек ривом человека не стала дизайнера это же он был причастен к этой машины колеса от риву написано 3 у riders хорошо хорошо сделали клевая машинка вообще приятный гольф во всех пониманиях приятно к сожалению задних фары не нарисованы как у него выхлопная труба клево сделала мне в жизни посчастливилось у меня у знакомого покупала желтенький такой настоящий знаете гольф mk1 и мне посчастливилось покататься на этой машине покататься за рулем по управлять ей и знаете гольф оставил просто себя очень приятное впечатление и мой отпечаток в жизни по поводу гольфов очень приятная если вижу volkswagen и гольфы теперь их постоянно покупаю потому что для меня это память ездил на разных гольфах но этот такой знаете он прям вызывает радость радостные эмоции радостные впечатления это очень здорово давайте сложим все это в тумбу внутри заложим так покажем как это все будет чик-тичек недаром же собирал с вами вместе так это какую сторону то вставлять надо вот такой вот тумбочку так кому-то этот видос даже не понравился когда я собирал тумбы начали бомбить типа о какой ерунду ты снимаешь там и так далее но ребята у меня свой формат видосов свой авторский контент если кого-то не устраивает есть куча других каналов где другой контент вас там вас больше устроит но тем не менее я люблю когда пишите комменты когда вы оставляете какие-то свои отзывы вот еще один ящик тумбы забит машинками на этот раз 2022 года и вы думаете что не здесь останутся надолго да нет я так не думаю будем потихонечку на них какие-то обзоры делать распаковки потому что давно распаковок и гонок не было нужно что-то будет по ним поснимать всем спасибо за просмотр этого видоса надеюсь вам подобный формат заходит и нравится обязательно старайте побольше комментариев комментарии очень важно для развития канала не забывайте ставить луксы конечно же но все до новых встреч всем пока удачи хорошего настроения с вами был вектор автоход и вот такой вот необычный обзор мэйна 22 года от автоход вилс который наконец-то завезли в нашем городе